Я решил поменять масло в редукторах, вот здесь отсюда я слил масло, сейчас он пустой, отсюда залью, специальный шприц есть у нас, специальным шприцом залью, потом шприц тоже покажу, это у нас редуктор передний, отсюда сливается масло с коробки, а заливать масло, чтобы доступ был до той гайки, надо, до того болта, надо вот это открутить и опустить его, а так тяжело будет, может получится, но очень, да, показать тоже не получится, тяжело, ну открутим, потом покажем, дальше, но здесь чуть протекает, конечно, машина тоже не новая, старая машина, поэтому протекает, остальные нужды, которые от него зависят, он выполняет, это ничего, это мелочь, дальше, вот здесь у нас второй редуктор идет, вот слив, вот откуда заливают редуктор в ухо, открутить надо их, имеется специальный шестигранник вот такой, этим шестигранником открутим их, дальше пошли, задний мост, задний мост тоже, вот слив идет, и идет у нас вот залив, вот это откручиваем, заливаем, а этот откручиваем, выливаем, сливаем, на эти моменты тоже зафиксирую, потом как буду сливать, все, сейчас надо открыть нам доступ до коробки, и какое масло будет заливать, тоже покажу, доступ открою, опушу его, и дальше покажем, какое масло будем заливать, и что будем сливать, открутим эту гайку, чтобы слить масло, вот сливаем, старое масло, она какая-то мутная, чтобы залить масло легче было, чтобы сюда доступ был, я хотел вот его убрать, открутил все винтики, винты, хотел убрать, не получилось, не стал заморачиваться, оказывается, у меня был вот такой ключ, хороший старый ключ, этим можно спокойно открутить, а шприцом достанем, хороший шприц, шприцом можно будет достать, это масло тоже какое-то мутное, надо было уже давно менять, и мало масла еще здесь, сейчас сольем с этого редуктора, сперва все солью, потом начнем наливать, этот тоже открутим сейчас, вначале тяжело было очень, а при помощи трубы открутил его, а так не получилось его откручивать, открутили, сейчас поставим сюда, тут тоже тазик и сольем, а этот наверное, а пока пускай сливается, здесь тоже по ходу мало, наверное, у нас этого масла больше, чем других, тех вообще, можно сказать, мало было в коробке, мало было масла, а здесь топлив не протекает, а в коробке, в коробке протекает масло, и туда тоже протекает масло, здесь не протекает, поэтому здесь осталось оказывается масло, вот у нас специальный такой шприц, вот здесь откручивается, специальная мелкая резьба, вот это вытягивает сюда, вот это черную штуку вытягивает, туда пальцы ставят, палец, заливаем отсюда масло, и опять таки закручиваем его, раз попробую открутить, одной рукой, неудобно его отключать, а вот, вот такой шприц он у нас, вот, манжет стоит, и вот так заталкивает масло, специально для этого, специально для этого, который шприц, все снимать одной рукой тяжело, вот этот уже испачивал, сейчас почищу, вот столько заливаем масло, шприц, и сверху закроем, и вот отсюда эти заталкиваем, потихоньку вот так заливаем, вот сюда, ну это тяжело одной рукой снимать, я в другом месте еще покажу, вот сюда в раздатку залил масло, вот здесь почти пять шприцов залил, вот видите, выливается, немножко осталось, чтобы дали шприц, и все, вот это уже полный, достатка уже полная, его закрутить надо, и все, вот сюда в коробку я залил, где-то пять с половиной шприца, сейчас осталось вот в эту раздатку еще залить, вот открыл верхнее, верхнее отверстие открыл, нижнее закрыл, залил 4 шприца, вот проливает, видите, уже проливает, сейчас возьмем его тоже закроем, вот эти масло, вот это масло ЗИК 80В90, я залил в коробку передач, и этот лукол трансмиссионный, тоже 80В90, залил в раздатке, чем это, по рекомендации специалистов, вот это масло сказали намного лучше, чем трансмиссионный, поэтому решил залить ЗИК в коробку, а в раздатке вот это, Игра. Продолжение следует...